Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Только в сентябре в Джинсбанке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Конкурент» «Олимп Сити Центр». Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Лобовой удар с грузовиком. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП в Кельмейском районе. Мы приехали к нему в дом, начали спрашивать, где твои друзья, вот эти наркоманы все. Он начал отвечать, не знаю, начали пощечины ему давать. Удар в спину. Я говорю, иди умойся. Он начал умываться. Как бы меня взбесил он. Я его пару раз угнул головой. Утопить ничего не хотел. Юрианский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего Вячеслава Плотникова. Похитил кошелек и банковские карты. Полиция разыскивает вора, который обокрал сотрудницу общества охотников и рыболовов. Я вам еще раз объясняю. Вы снимать меня не имеете права. Я буду применять. Ты имеешь право снимать меня. Ты кто такой? Я не понял. Ты будешь разомнить. Я тебе сейчас как дам голову и все. Один раз. Возомнил себя хозяином парковки. Туда передвигайте камеру. Камеру передвинь туда. Я тебе сказал, вот сюда передви камеру. Неудачную попытку рэкета на парковке наблюдали очевидцы на привокзальной площади. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП в Кельмейском районе. Там водитель такси лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Подробности в рубрике «Обзор аварии» словом моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла ночью на 118-м километре трассы Кырчана-Кельмейс. Мужчина за рулем Hyundai Solaris потерял управление над автомобилем. 35-летний водитель автомобиля такси Hyundai Solaris по предварительным данным не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai. В результате происшествия сам водитель автомобиля такси получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Во вторник на 16-м километре трассы Киров-Уричи 44-летний шофер грузовика «ГАЗ» не уступил дорогу водителю «Лады Ларгус». После удара «Лада» съехала в кювет и опрокинулась. В итоге 33-летний водитель легковушки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. Утром в Кирово-Чепецком районе водитель «Урала» не справился с управлением и снес сначала шлагбаум, а затем и устройство заграждения ЖД-переезда. По предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность тормозной системы большегруза. В этой аварии обошлось без пострадавших. Рано утром в Пижанском районе водитель «Газели» не справился с управлением. Фургон съехал в кювет и опрокинулся. Водитель авто отделался шоком. В Кирове на улице Ленина автоледи на «Ладе» 14-й модели угодила в яму. По словам женщины, во дворе было темно, она не заметила дыру в асфальте. Вокруг дорожного изъяна не было ограждения, а объехать его было невозможно из-за припаркованных машин. На место аварии пришлось вызывать сотрудников ДПС. Сергей Пичугин, место происшествия. Юриянский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего Вячеслава Плотникова. Напомним, в Мурыгина молодой человек ударил ножом подростка. 17-летний потерпевший чудом остался жив. По данным следствия, Плотников причинил ему тяжкий вред здоровью. Мы приехали к нему в дом, начали спрашивать, где твои друзья, вот эти наркоманы все. Он начал отвечать, не знаю, начали пощечины ему давать. 24-летний Плотников приехал к подростку домой. Впоследствии они вместе уехали на карьер в поселке Мурыгина. По данным следствия, между молодыми людьми еще до преступления был конфликт, и обвиняемый решил выяснить отношения. Я говорю, иди умойся. Он начал умываться. Как бы меня... Ну, спесил он. Я его пару раз окунул головой. Ну, топить ничего не хотел, как бы просто окунул. Потом отпустил. И он поплыл. Ну, вырвался, поплыл. Подросток попытался уплыть, а затем и убежать от обвиняемого. Но Плотников догнал его и ударил ножом в спину. Вот так вот. Жжем, да? Да, один раз. Нож откуда у вас оказался? Нож, видимо, я не помню, видимо, у него дома взял. Как выяснилось, нож повредил легкая подростка, а также другие внутренние органы. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 111 причинение тяжкого вреда здоровью. Вот я когда увидел, что кровь пошла, сразу начал поднимать его, ну, и в машине везти, там, прикладывать, ну, эти листики всякие, чтобы кровь не шла. Потом вот решили, что надо домой его отвезти, скорую вызвать ему. В итоге Плотникова осудили сразу по нескольким статьям. По двум эпизодам за нарушение неприкосновенности жилища, а также за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Юрьянский районный суд назначил Плотникову реальный срок лишения свободы. Четыре года и восемь месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Полиция разыскивает вора, который обокрал сотрудницу общества охотников и рыболовов. Я вам еще раз объясняю. Вы снимать меня не имеете права. Я буду применять. Ты имеешь право снимать меня. Ты кто такой? Я не понял. Ты будешь ровным. Я тебе сейчас так дам голову и все. Один раз. Возомнил себя хозяином парковки. Туда передвигайте камеру. Камеру передвинь туда. Я тебе сказал, вот сюда передвинь камеру. Неудачную попытку рэкета на парковке наблюдали очевидцы на привокзальной площади. Не рассчитал дистанцию. На улице потребка операций. Камера зафиксировала, как кроссовер столкнулся с УАЗом и едва не зацепил встречную иномарку. Добавьте своему автомобилю лоска и сохраните его надолго. Только в кузовном центре АГАТ специальное предложение. Комплексная полировка и покрытие защитным жидким стеклом по уникальной цене. Всего за 9900 рублей. Подробности акции и сроки ее проведения уточняйте в кузовном центре АГАТ на Дзержинского 110. Телефон 208-00. Кузовной центр АГАТ. Безупречное качество за разумные деньги. В эфире проект «Место происшествий». Мы продолжаем. Полиция, разыскивая творог, который обокрал сотрудницу общества охотников и рыболовов, мужчина пришел в офис на улице Казанской, представился охотником и поинтересовался стоимостью путевки на боровую дичь. В итоге злоумышленник ничего не купил, а похитил портмоне. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Преступление произошло 19 сентября в 10 утра. Мужчина украл с рабочего стола потерпевший кошелек с деньгами в сумме более 25 тысяч рублей и тремя банковскими картами. Кроме купюр в 5 тысяч рублей находилась сувенирная банкнота «Олимпиада Сочи-2014» номиналом в 100 рублей. Приметы вероятного похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ему на вид 50-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, носит усы. Был одет курткой темно-коричневого цвета, темные брюки, черные туфли, кепка бежевого цвета, при себе имел черную сумку через плечо. Всем, кто опознал мужчину на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону 8-900-523-5080 или 02-102. В деревне Пахотная Малмышского района на ходу загорелась шестерка. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, которые вовремя устранили огонь. В пожаре никто не пострадал, сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. В Нововятске арестован подозреваемый в краже ноутбука из детского сада. Ущерб составил 17 тысяч рублей. Злоумышленником оказался ранее судимый Денис Вилл. У оперативников есть основания полагать, что подозреваемый, возможно, причастен еще к нескольким аналогичным преступлениям. Если вы пострадали от действий этого человека, звоните в полицию по телефону 8-900-526-01-90, 51-96-20 или 67-67-56. Михаил Вагин. Место происшествия. Неудачную попытку рэкета на парковке наблюдали очевидцы на привокзальной площади. По словам таксиста, утром к нему подошел уроженец республики Коми Сергей Михеев. За стоянку напротив вокзала мужчина якобы потребовал с водителя деньги. Но тот отказался платить, вызвал полицейских и съемочную группу. Впрочем, даже при них подозреваемый не успокаивался, пытался завязать драку. Он хотел взять очень много денег. Я ему говорю, что столько нельзя брать денег. Полицейским и журналистам вероятный вымогатель Сергей Михеев попытался объяснить причину конфликта. С его слов он хотел всего лишь воспользоваться услугами такси. Хотели доехать на этой машине. Таксист сказал, предложили цену одну. Таксист сказал, что нет. Я сказал, почему нет. Есть такса другая. Он сказал, сейчас я вызову свою крышу. На этом, казалось бы, дружелюбный диалог закончился. Михеев хотел заставить оператора снять не его, а виды на вокзал и железную дорогу. Туда передвигайте камеру. Камеру передвинь туда. Я тебе сказал, вот сюда передвинь камеру. Сергей вспылил и устроил драку. Полицейские его предупредили об ответственности за хулиганство и воспрепятствование журналистской деятельности. Еще раз, что-то будете за камеру хватать. Я вам еще раз объясняю. Вы снимать меня не имеете права. Я буду применять. Ты имеешь право снимать меня. Ты кто такой? Я не понял. Я тебе сейчас как дам голову и все. Один раз. Михеев решил позвонить в дежурную часть и пожаловаться на таксиста, телевизионщиков и полицейских. Да, здравствуйте, девушка. На ЖД вокзал можете подъехать? Сказал, как говорится, таксист цену большую. Я сказал, что такого быть не может. Он сказал, фыж, иди нахуй. Вскоре на место конфликта подошла женщина. Наталья, видимо, была знакома с Сергеем. Деньги за такси надо платить. Да, ты что, охуяешься? Ты что, ты что на меня прыгаете? Ты что снимаешь вообще? Не подходите. У тебя есть разрешение снимать, что ли? Не подходи. Отпали. Предупреждения на Михеева не действовали. Он искал предмет, которым можно было бросить в видеокамеру. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Ребята, надо платить, говорит. Ну и началось у нас с ним. Пошел в милицию, позвал. Потребовала таксиста деньги. И дать тебе надо. У тебя езду, не подходи. У тебя... У тебя езду. Житель республики Коми после конфликта с таксистом напал на оператора. Не рассчитал дистанцию. На улице потребка операции. Камера зафиксировала, как кроссовер столкнулся с УАЗом и едва не зацепил встречную иномарку. В эфире проект «Место происшествий». Мы продолжаем. Полицейские, очевидцы и таксисты пытались уговорить вероятного вымогателя не размахивать руками. Но тот не только дрался, но и пытался сломать оператору камеру. Преступление удалось предотвратить только с помощью газового баллона. Кидать тебе надо. Успокойся. У тебя езду. Не подходи. У тебя... Сережа. Как тебя чувствуешь? Как тебя чувствуешь? Да я нормально. Газовый баллон сработал эффективно. Эмоции улеглись. Мужчина больше ни на кого не бросался. По словам подруги Сергея, мужчина якобы ни у кого денег не требовал. Нам не нужны деньги. У нас есть деньги, да? Так вы все-таки знакомы? Знакомые. Как его зовут? Сергея его зовут. Он же представился. По информации таксиста Бориса, Сергей и Наталья приехали утром на этой машине. Затем Михеев подошел к нему и шокировал неожиданным заявлением. Подходит, говорит, что здесь делаешь? Я работаю. А ты что? Как ты работаешь? Ребята надо платить, говорит. Ну и началось у нас с ним. Пошел в милицию и позвал. А вы пошли в милицию? Да, пошел, ребят, потому что начал меня угрожать. Я сейчас парней позову. Они поехали сюда, вот на этой машине. Есть кое-то, да? Есть кое-то, да. Они вот там стояли сначала. А что он сюда подъехал? Я на *** пришел, давай. Пока полицейские ждали скорую помощь, Сергей требовал от них подуть на его лицо. Дуй тогда, ***, отвали от меня. Слушай, какие? Ты совсем рамки-то попутал. Наталья, дай на русу. Чего? Ты видишь? Да ты потерпи. Две минуты скорая приедет. Не могу. У меня лицо ждет. По словам очевидцев, на Михеева составили протокол за хулиганство. Ему грозит штраф. Также не исключено, что Сергею придется ответить на обвинение таксиста о вымогательстве. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На улице потребка операции камера зафиксировала, как кроссовер столкнулся с УАЗом и едва не зацепил встречную иномарку. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице потребка операции лихач на Хонде спровоцировал аварию. Водитель не рассчитал дистанцию до попутного УАЗа. В итоге Хонда лишилась зеркала. После удара иномарку вынесла на встречную полосу. Там она едва не зацепила встречный автомобиль. Похожая проблема с дистанцией стала причиной ДТП на улице Воровского. Там в Тойоту врезался лихач на Рено. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения двух иномарок. На съемке видно, водитель Рено куда-то очень торопился. Поздно заметил смену сигналов на светофоре и врезался в Тойоту. На улице Луганской владелец регистратора был в шоке от маневра пикапа. Своим опасным маневром УАЗ чуть не спровоцировал аварию. На перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта «семерка» едва не врезалась в машину с камерой. Водитель классики хотел было нарушить правила и почти поехал на запрещающий сигнал. Впрочем, удара не произошло. Сигнал клаксона вовремя остановил лихача. На улице Воровского Рено совершил опасный обгон. Нетерпеливый водитель иномарки проехал через двойную сплошную, а потом едва не столкнулся с попутным автомобилем. Несмотря на удачный исход, нарушителю стоит помнить, что такие выезды нередко заканчиваются трагичным. На улице Карла Маркса таксист на Ладе не пропустил пешехода. На улице Карла Липнихта владелец Тойот и поехал против одностороннего движения и чуть не столкнулся с иномаркой. За такое нарушение Лихачу грозит штраф в 5000 рублей и лишение прав. На улице Упи-то очевидцы наблюдали, что как будто бы иномарка Ниссан ехала без водителя. Впрочем, как установили инспекторы, в момент ДТП за рулем водитель был, им оказалась женщина. Она припарковалась, потянулась за сумкой на заднем сидении. В этот момент машина покатилась. В итоге иномарка протаранила припаркованный Пежо и врезалась в бордюр. Михаил Вагин. Место происшествия. Место происшествия вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском.